Расскажи немножко о том, что это, как это появилось, как это развивалось. Значит, появилось это уже достаточно давно. Вот такие это 70-е годы прошлого столетия. Хотя, с другой стороны, для практики, такой серьезной практики, это совсем еще, я считаю, молодая практика. Тем более, что она создавалась в какое-то время. То есть, можно сказать, что ей примерно где-то 20 лет, в целом, этой практике. Я считаю, что есть практики, которые свою основу строят на чем-то уже. И они не являются фундаментом. То есть, есть какие-то киты, на которых стоят все основы психологии. Фрейд, Юнг, Перлс, можно перечислить нескольких людей. А остальное все, что возникает со всякими модными названиями, которые также развеиваются в дым спустя какое-то время, таких возникает очень много. И вот я считаю, что как раз дистанционное видение, ремонт-вьюинг, ну или вот вьюинг, как мы будем называть это, это действительно нечто фундаментальное. То, что возникло очень надолго. Очень надолго. И я думаю, что в итоге это единственная, именно серьезная, устоявшаяся и массовая система, которая существует на данный момент. Вот. Рождалось, значит, это таким образом. А рождалось это таким образом. Ну, в общем-то, можно сказать, это рождалось, как и все то, что у нас сейчас вот существует в самое последнее время, как мобильная связь, интернет. Все это рождалось в военных ведомствах, как мы, наверное, слышали, да? То есть, все это было сначала для нужд военных, как мобильная связь, так и интернет. Вот. И также и вьюинг родился, к счастью или к несчастью, вот именно в военной сфере. То есть, американские спецслужбы прознали то, что у нас ведутся разработки в Советском Союзе. И, соответственно, они очень были растеряны и просто они даже понятия не имели, что это такое, да? То есть, для них это было так далеко, чтобы еще это использовать. Они даже не знали, о чем идет речь. И вот, они очень испугались. Слово «русские, делающие психическое оружие», это звучит очень страшно, да? Вот. Потому что русские для них очень непредсказуемы, да? И вот до сих пор, когда мы говорим, что мы русские, это вызывает очень-таки разные реакции, да? И по-всякому на это реагируют. Вот. И поэтому, когда они узнали, что русские делают психическое оружие, то вы представляете, как они сполошились. Вот. И, в общем-то, они пригласили сначала лучших медиумов и лучших, скажем так, специалистов в области физики. То есть, дистанционное видение, ремонт-юнинг делали в основном как его идеи. И делали, да, еще был один очень известный такой человек по имени Ингас Ван, который был еще и художником. И медиум. То есть, он был таким вот, можно сказать, бездомным художником на тот момент, да? Когда он попал в эту школу, ну и стал, в общем, ее треугольным камнем. И заложил очень много основ. В общем-то, американцы вначале делали дистанционное воздействие. То есть, вообще, все военные, они сначала хотели делать дистанционное воздействие. Но, сложилось так, что все-таки они пришли к информационному, скорее, пути. Вот, именно получение информации. По многим, по многим причинам. Хотя, существует тема дистанционного воздействия и дистанционного целительства сейчас уже вот именно во вьюинге. И есть очень много успешных моделей, очень успешных разработок. Но пока мы будем вести речь о вьюинге. Только о восприятии информации. Не о способности влиять. Потому что, эта тема влияния, она очень непростая. Очень непростая. И, когда начали ее разрабатывать, то поняли, что существует еще принцип бумеранга. Когда воздействие может возвращаться. Это с одной стороны. С другой стороны, военные, не всегда начав эту тему, они потом очень неоднозначно к ней во многих местах относились. Потому что, эта тема иногда затрагивала очень серьезные, внутренние их секреты, которые никто не хотел выдавать. То есть, когда вьюеры продемонстрировали, в том числе вот Ингас Ван и еще один был вьюер, Пэд Прайс такой очень известный. Они, когда им дали задание, значит, считать какую-то область местности, это было традиционное задание для американских вьюеров, считывать куски местности, которые они совершенно не знали. То есть, им задавались просто координаты этой местности зачастую, или просто указания как-то по-другому. И когда им дали какой-то кусок какой-то местности, в этой местности, видимо, ничего такого суперинтересного для них не было. А рядом военные совершенно не подумали о том, что рядом был военный подземный суперсекретный объект, о котором там просто было известно только самым высшим руководством. Вот. И, разумеется, просто в этом упражнении их, они зашли в это подземелье. И считали там буквально таблички из комнат, название проекта. То есть, они считали очень много информации. Просто когда директору ЦРУ положили на стол, он сказал, не лишите меня лапшу, скажите, откуда произошла утечка. То есть, он просто не мог поверить в то, что кто-то мог с такой точностью вообще назвать такие вещи. И, в общем, конечно, американские ЦРУ, они очень... ЦРУ очень пристально следило, и оно очень дотошно проверяло всех. То есть, оно дотошно проверяло, что там нет ли мошенничества, нет ли подделок. Оно постоянно-постоянно-постоянно следило за этим. И там, вплоть до комических историй, когда уже сотрудник ЦРУ, агент ЦРУ, просто ну все испробовал, он уже и сказал, что так, у вас, наверное, все-таки микрофоны в креслах стоят, когда вы считываете информацию, кто-то вам передает. И потом дело дошло до того, что его самого посадили, и он сам воспринял информацию уже, и он не мог в это поверить, он сказал, нет, наверное, вы мне какими-то жестами или каким-то шепотом, каким-то еле слышным, все-таки что-то внушали. То есть вот то, что там происходило, действительно, особенно в то время, когда, ну помните все примерно, ментальность, ну в основном, все помнят ментальность 70-х, 80-х годов, то есть начало 70-х, когда, ну собственно, никто об этом не помышлял, и где-то там жила Ванга, которую мы слышали, но ее там, слава богу, молнии как-то там, и какой-то ураган ее унес, там как-то ослепил ее, и мы понимали, что это какой-то вот феномен, изрядно он выходящий, да, но как-то никто не допускал такой мысли, что средний статистический человек обладает таким способностям. И американцы именно это в своем проекте открыли, я считаю, это одно из главных достижений, потому что наши все-таки, к сожалению, шли немножко по другому пути, они пытались искать таких очень сильных медиумов, и просто их прокачивать, их, ну как бы эксплуатировать, то есть ставить на них эксперименты, как-то пытаться их вытягивать, и разумеется, то есть это было связано, опять-таки, с верой в какую-то эксклюзивность этих людей, что вот только они это могут, а все остальные этого не могут. То есть поэтому акцент был именно на вот таких выдающихся личностях. Американцы пошли по другому пути, они всегда любят все делать на массового потребителя, они поэтому первым делом вот создали систему, которая должна войти в массы, и из этих масс потом, ну уже там, конечно, тоже бывают люди несколько более способные, несколько менее способные, вот, уже выбирать. Вот, у них процесс пошел по тому пути, что они разработали систему для обучения среднестатистического, там, не знаю, офицера спецслужб, да. Вот. И, в общем-то, это их как раз и вывело на очень, такой, я считаю, плодотворный вариант развития событий. Вот. И другое секрет их плодотворности все-таки вообще американцы очень, скажем так, психологично, я бы так сказал. То есть их ментальность очень завязана на различных психологов, то есть у них очень, вот, это направление очень развито. И в школах у них, то есть и вот вот эта социальная психология, и личностная психология, и психоанализ, у них все направления психологии очень широко представлены. Вот. И, конечно, они использовали это в своих разработках. То есть они их делали на уровне, скажем так, психологии бессознательного. То есть это было положено в основу. Мы на том этапе вот наше, скажем так, познание, они больше были сосредоточены на физике. То есть у нас, грубо говоря, больше искали носители каких-то волн, которые передают это, каких-то частиц, какие-то органы там внутренние, которые могут это передавать. То есть да, нашим было понятно, что это все существует, что все это работает, но пошли, мне кажется, немножко по другому пути. Вот. Поэтому, как таковой, серьезная система создана, в общем-то, все-таки, на мой взгляд, хотя я могу не знать всех деталей о, скажем так, советском, вот, советском проекте в того времени, потому что он более засекречен, чем вот то, что мы сейчас знаем американском, остался более в тени, и наши, как всегда, они меньше делятся такого рода информацией, вот, и американцы, американские, вот, именно, основатели этого проекта, с которым я разговаривал, они тоже признают, что, в принципе, в Советском Союзе ничего, такого существенного прогресса, как бы, достигнута, к сожалению, не было, он пошел, когда уже, вот, часть материала была рассекречена, и уже пошел обмен, и, может быть, вы слышали, может быть, Наташа выкладывала, да, вот, в группе, я не знаю, кто-то, может быть, смотрел, что, вот, буквально, недавно, ну, точнее, этот процесс-то, как я уже давно знаю, начался уже давно, что, конкурирующие в то время, в годы 70-х, 80-х, 90-х, да, спецслужбы, вот, именно, вот, сотрудники, работавшие в этой теме, они подружились в итоге, то есть, дружба в итоге восторжествовала, вот, американцы, в основном, американцы приезжают туда, к нам, в нашу, видимо, все-таки немножко, не знаю, побаиваются, потому что... сгиб có allt подцена, не знаю, не знаю, в принципе, она летная зажда, но я не знаю, она летняя, она летняя, она летняя, она летняя. Она летняя. Она летняя, отçak, Продолжение следует...